Привет, дорогие друзья! Привет! Айхант устал? Мы опять находимся на автовокзале в Аланье и совершенно спонтанно мы едем сначала в Анталию на день, а потом улетаем в Стамбул на несколько дней, потом мы едем в Афьон, Эль-Кишхир и потом обратно в Анталию. В общем, едем по делам и одновременно я буду снимать все самое интересное, поэтому приглашаем вас вместе с нами. Друзья, а вы знаете, что из Аланьи вы можете доехать прям до Батуми, Кутаиси и до Тифлиса? Вот этот автобус фирмы Люкс Караднис из Аланьи ходит каждый день в 8 утра. Доехать до Батуми вы можете в Грузию за 24 часа, билет стоит 260 лир, а до Тбилиси за 280 лир 32 часа, по-моему. Поэтому из Аланьи можно уехать также за границу, ну и, конечно же, на этих автобусах в Стамбул. Наш автобус Гюней Ак-Денис, 25 лир, едем в Анталию. Сдали наши вещи в камеру хранения и наши планы опять поменялись. Мы должны были завтра лететь в Стамбул, но кое-что у нас там отменилось, точнее перенеслось, поэтому мы сейчас едем. В Анталии мы должны были ночевать одну ночь, но сегодня вечером мы выезжаем в Афьон и, возможно, потом поедем в Стамбул. В общем, ничего не знаем. Сейчас едем в центр по делам, а вечером едем в сторону Афьона. Вот так вот бывает. Все у нас меняется буквально за несколько часов совершенно другой план. И, на самом деле, мы от этого не стрессуем, мы просто очень, по-английски это называется flexible, по-русски не помню. В общем, поменялись планы, поменялись, окей. Я вам раньше говорила про морской автобус из Кемера в Анталию и обратно. Так вот, с 1 по 31 октября он ходил каждый день, а с 1 ноября по 31 марта 2019 года он ходит только по субботам и понедельникам в 11.30-17.30 в Анталию из Кемера в Анталию, а в 10.00-16.00 из Анталии в Кемер. Зимой ходят только два раза в неделю. Кстати, приобрести карточку на трамвай вы можете непосредственно на автоводзале в Анталию, если приезжаете, либо на трамвайной станции от Олгар. Ну и также на многих трамвайных остановках есть такие киоски, где вы можете положить денежку и взять карточку, а также пополнить карточку впоследствии. Мы уже приехали в центр на остановку Мурат Паша, где находится большой торговый центр Марк Анталия. В Анталии сейчас 16 градусов, но очень тепло, в пальто мне даже жарко. А когда мы в 8 утра выезжали из Алании, было 20 градусов. 19 градусов показывал термометр, поэтому конец ноября очень-очень теплая погода. Это боковые улицы, нетуристические улицы Анталии. Вот в таких вот маленьких магазинчиках вы можете приобрести различные товары для дома. Какие-то сувениры. Вот так вот продают орехи, грецкие орехи, арахис, 12 лир, каштаны. И вот таким вот образом, друзья, выглядит нетуристическая Анталия. Боковые улочки самого центра города. Здесь продается все, что вашей душе угодно. Здесь расположено большое количество фирм в районе Мурат Паша. Здесь очень много машин, всегда большой трафик. Ну и, конечно же, всегда очень много народу. Здесь расположены небольшие кафе, рестораны, какие-то места, где народ сидит, играет в нарды. В общем, когда вы приезжаете в Турцию, приезжаете в какой-то город, обязательно походите по боковым улочкам. Именно на боковых улочках вы увидите настоящую жизнь. Не туристическую приглашенную, а именно настоящий город и как он выглядит. Не изменяя своим традициям, мы пришли в ресторан. И с утра, что мы кушаем, конечно же, суп. Айхан есть чечевичный, а я ем куриный. Несмотря на то, что здесь так вот просто и дешево, мне кажется, это самый вкусный куриный суп, который я когда-либо ела. Ну, конечно же, кроме супов в Иске-Шкире. Стоит он всего 5 лет. Вот такая вот огромная заряда. А еще в самом центре Алань, Анталии, около старого города, есть вот такой вот старинный хамам. Сейчас здесь продают различные сувениры. Айхан! Айхан! В Османном и Сельджукму? В Османном и Сельджукму? Хачинджиил? Это наряд, костюм, который носили в 1100 году примерно нашей эры. Здесь вот такой вот... Очень красивое место. Здесь был старый хамам. Но еще можно пройти внутрь по такому совсем мелкому проходу. Айхан, что качу? Гереш, ты ему? Батнищенко, я подогреваю. И здесь представлены платья на обручение. Не на свадьбу, а на обручение. Вот таким вот образом выглядят турецкие женщины, когда обручаются. Платье невероятно красивое. Посмотрите, сколько камней. Айхан, сколько стоит? Сколько стоит? Без пингеби. Ну, конечно же, вы можете шить на заказ. Либо... Либо купить уже готовое. А иногда можно взять и на прокат. Этот хамам похож на хамам в Газиантепе. Хамам Мюзеси. Мы были в Газиантепе, да. Вот видите? И раньше это уже был непосредственно сам хамам. Здесь мылись. Здесь вот в этих углублениях располагались лавочки, краники, где можно было налить воду. А вот на этом главном камне пахнет очень вкусно мылом. Здесь были вот такие вот приватные комнаты. Здесь представлено очень много турецких традиционных интересных вещей. Вот такие вот шляпы. Сто двадцать пять лир. Белик за мандан. Это тоже такие шапки носили в начале одиннадцатого-двенадцатого веков. Айхан, померяй. Какой хочешь. Вы, наверное, видели, может быть, в сериалах. Вот так вот выглядели. Эти шляпы. Здесь находился непосредственно сам хамам. А вот это первая комната, где мы были. Здесь располагалась комната для отдыха. Комната, так называемая, для остывания. Очень красиво. А вот вы видите дырки в потолке. Это для того, чтобы пар выходил сразу из хамама наружу. А располагается этот хамам. Вот видите, я стою напротив башни с часами. Поворачиваюсь, поворачиваюсь, поворачиваюсь. И вот такое вот здание. Совершенно небольшое, но уникальное и красивое. Здесь и шрамполь, помимо новых зданий, новостроев, есть вот такие вот старые здания. А я на джами, построенное в 1800 году. Поэтому, когда вы гуляете по улицам, внимательно смотрите по сторонам. Даже вот на таких, казалось бы, современных улицах, ну да, можно увидеть сохранившиеся красивые исторические здания. Ну а здесь, конечно же, уже идут одни сплошные новострои. Хотя и за этими новостроями может быть что-то интересное. Какие-то мечети, старые дома. Ну, в общем, просто ходите и внимательно-внимательно все высматривайте. В Анталии действительно очень тепло, температура повышается, сейчас уже близится к 18 градусам. А вот вы можете увидеть, сколько стоит доллар, евро, по каким ценам их меняют. Ну а мы сейчас идем на встречу с клиентами и потом уже отправляемся на автобусе в Афьон. Народу очень много, несмотря на то, что будний день, середина дня. А, сейчас обеденный перерыв, время 1 час. Практически начало декабря, конец января. О, конец ноября. Но очень тепло. А мы оделись очень тепло, кстати, и поэтому нам жарко. Встреча с нашей клиенткой. И я надеюсь, будущим партнером закончилась. Потрясающая девушка из Беларуси, которая также занимается дизайном и интересными проектами. Я надеюсь, что мы в будущем сделаем что-то совместное. Ну а сейчас 4 дня. Идем с Айханом что-нибудь покушать. В Анталии начинается дождик, нужно купить зонтик. В общем, идем что-нибудь покушать и потом уже садимся на Айхан. Сказала, что там снег. Я надеюсь, что там есть снег. Но снег реальный. А сейчас мы идем кушать и немножко отдохнем и поедем уже на автобус. Мы опять вернулись на автовокзал в Анталии в 6 часов вечера. И сейчас наконец-то уезжаем в Афьон. В этот раз мы ездим по работе, поэтому следующее видео из какого города будет, не знаю. Возможно из Афьона, возможно из Истамбула, возможно из какого-то другого. Ну, в общем, следите за нашими приключениями. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока.